всем привет кто меня не знает я автор канала тыш программист ссылка есть в описании под роликом это этот ролик может попасть как на основной канал так и для второго канала может подойти называется он unlocker это будет универсальный способ как разблокировать от аккаунта телефона бикью бикью телефоны бывают на сразу нескольких процессорах спритрум мтк и колоком мы рассмотрим все три варианта но есть некоторые исключения вы должны о них знать все аппараты одновременно в один ролик не запихнешь если что-то у вас не подходит что-то не работает на основном канале ссылка тоже будет в описании есть пол лист разблокировка фрп смотрите этот пол лист ли ставите там сотни способов один вам обязательно подойдет но этот будет самым универсальным помним если делаем какие-то разблокировки за деньги то берем с человека документы подтверждающий факт покупки чек покупки гарантийный талон какие-то другие документы где будет и мы или серийный аппарат а если разблокировать чужой краденый ворованный телефон это уголовно наказуемые деяния связываться этим категорически не советую для меня это хобби я люблю искать какие-то уязвимости в систему безопасности кто давно на канале те знают сегодня мы рассмотрим универсальный способ как разблокировать любой бикью значит первое о чем нужно оговориться какая по какой бы процессор у вас не был чтобы попасть в река в есть универсальные комбинации это или плюсы питания или минусы питания или питание зажать на секунду 2 следом минус питание зажать на секунду на 2 и следом плюс но чаще всего обычно это плюсы питания здесь все разные бикюшки это 50 12 л то есть мы их разблокируем скорее всего сейчас все это 55 91 он называется джинс это 52 06 то есть они все достаточно свежий баланс его мы разблокировать не будем с ним все в порядке и твин на твине забыли по моему графический ключ поэтому обязательно его нужно разблокировать значит зажимаем тут на твине посмотрим по моему на твине да или вот на этом графических без разницы на любом плюс и питание держим две клавиши экран загорится питание бросим а плюс держим либо сразу включится зеленый робот либо такое меню кнопкой громкости вверх перемещаться кнопку громкости вниз выбирать наводим на река вере нажимаем вниз ждем пока включится самая река вере если отсюда выбрасывает значит нужно зарядить если зеленый робот как вот сейчас команды нет дальше не пускает пробуем питание питание сработает вверх вверх не сработает питание зажать и коротко нажать вверх какая версия android у нас здесь не было мы разблокировать будем с помощью компьютера поэтому значение не имеет но если у вас есть возможность до сброса до прошивки выйти из аккаунта сделайте это меню настройки аккаунта выбирайте google ску учетную запись в правом верхнем будет кнопку с тремя точками долить аккаунт если нет то будете мучиться с этой блокировкой у нас телефона телефон на спритруме любой хаотичный здесь они на мтк если у вас будет на спритруме то вам нужно зайти в река вере навести на строчку reboot boot holder и нажать питание ждем и он у нас упадет в режим boot holder здесь может быть написано fastboot еще что-то такое все что нужно на компьютере я все покажу вот fastboot вот если вдруг что-то немножко отличается вам нужно именно ребута boot holder это только на спритруме этот у нас на мтк но тем не менее я должен был вам показать там что дальше способ на компьютере покажу телефоны на мтк подключается либо не зажимая никаких клавиш либо зажав там например плюсы подключать компьютер либо минусы подключить компьютеру но очень редко чаще всего особенно китайские бренды типа бики и всех остальных микромаксы они все прошиваются не зажимая никаких клавиш если аппарат у вас на qualcomm то нужно зажимать также точно ребута boot holder попасть в река вере дальше ребута boot holder если аппарат на спритруме по плюсу не попадает помним пробуем с минусом с минусами получится питание зажать на секунду 2 следом плюс питание зажать на секунду 2 и следом минус то есть перебираете эти комбинации все идем на комп и сейчас разблокируем начнем вот например это 5012 на нем забыли графические ключи сделали сброс заводских настроек он у нас просит аккаунт вот так аккаунт естественно мы не знаем проще конечно смотреть на симку если есть такая возможность если нет то нет все вот эти лайфхаки как где команды нет все остальное в поле степо полезно ссылка будет в описании идем на комп этот телефон мы выключаем и выключенном состоянии подключим в нужный момент компьютеру можно кстати еще попробовать вручную разблокировать но это не мой профиль все это занимает две-три секунды достаточно просто ну две-три минуты достаточно просто скачать прошивку с ручным способом будет очень долго ковыряться идем на комп это тоже перезагрузим он тоже нам должен будет выключен ах да из режима fastboot зажимаете минусы питания 7 10 секунд и он у вас включится значит здесь снова попадем в recovery я же вы не показал сам заброс заводских настроек снова выберем recovery только теперь выберем не reboot the bootloader это как бы промежуточное видео так питание вверх выбираем вайп дата фэкторе резет нажимаем питание выбираем строчку yes и он сделает сброс заводских настроек не выберут аж нет необходимости а потом поверов вы выбираете reboot системного у вас он перезагрузится первое что нужно сделать это загуглить тему аппарата на 4pda значит мы начнем ну в принципе я и большую часть на нем именно покажу bq 5012l значит он у нас на спритруме ой на мтк все сказал да и прочие аппараты будут тоже на мтк выбиваете свою модель пробел 4pda ребята я больше не могу оставлять ссылки в описании потому что youtube начал активно иметь за эти ссылки поэтому переписывайте за мной все те пути как я делаю те кто на свой страх и риск оставляет ссылки это ненадолго ребят визуально раздел прошивка будет может выглядеть иначе вам нужно скачать прошивку здесь вот все готовое вот готовы но мы пойдем долгим путем потому что аппарат же вас может быть другой и качаем прошивку нам нужна только прошивка все мы из этой прошивки возьмем скаттер файл а из него возьмем адреса так скачать для sp for что все отлично скачиваем нам по сути пофигу нам главное скаттер файл скачем скаттер файл то же самое проделаем для любого другого аппарата на мтк для спритрома вам нужно зайти на моё файловое хранилище мега вот так она будет выглядеть как на него попасть вам необходимо открыть нашу группу мою группу в vk ссылка на группу есть в шапке моего канала открываете здесь такие кнопочки там есть vk открываете раздел статьи где он тут вот статьи и вот youtube начал бороться ссылка но у меня здесь есть закрепленный я не знаю просто момент когда выйдет ролик как все это будет выглядеть него берете копируйте нужен ссылку например первая ссылка нам нужно драйвера копируем вставить потому что если просто перейдете по ним перейдете на главную страницу канала у него это не канал омеги потому что вконтакте тоже зарезает гад ссылки он 2 они все вместе все в сговоре получите вот такой раздел вас будет выглядеть вот так вот перейдете сюда открываете мтк качайте мтк драйвер авто инсталлер везде далее далее совсем соглашаетесь если вдруг драйвер не ставится по ссылке в описании вам необходимо посмотреть мое видео как отключить проверку цифровой подписи все скал прям так проверка как отключить проверку цифровой подписи драйверов вот так смотрите и отключаете потому что windows 8 8 1 10 они к этому капризные дальше папка db для мтк вам это не надо но для спритрума вам это понадобится прям правой кнопкой нажимаете скачать скачиваете и кладете ее в корень диска c я вот сейчас ваше внимание обращу на это можете в любое другое место где вы найдете меня в корне диска c всегда лежит папка db а в ней вот он файл драйвер инсталлер везде далее далее также соглашаемся если вдруг проблема с цифровой подписью то естественно вам необходимо посмотреть мое видео если нужно вручную драйвер установить вот драйвера вот и вот для 64-битной системы но здесь все вместе они даже запиханы ставите драйвер вручную как драйвера поставить в поле листе полезно есть мой ролик называется он драйвера смотрите этот ролик перестанавливаете ставить драйвера что хотите в ролике все разжевал там прям дрова на заставке это тоже обязательно также для спритрума вам понадобится в разделе драйвера скачать вот такой драйвер и также точно его установить ток выбрать свою битность везде далее далее либо вручную поставить из папки drivers все с драйверами ребята вы разобрались я драйвер ставить не буду потому что эти телефон делаю десятками и мне драйвер перестанавливать 10 раз смысла нет также точно в группе вк берете мою ссылку программы для прошивок копируете вам нужно именно для прошивок ну и фрп вот здесь дальше фрп чтобы сюда больше не возвращаться я вам ее покажу значит программы в программах мы берем самый свежий флор что вы можете взять также точно 4pd без разницы берете от 517 правой кнопкой скачать это будет папка папку кладете куда хотите но я рекомендую положить в корень диска c в папку например 1 как это я вот вам сейчас показывал это адб а вот один например и все складываете в эту папку я сейчас из нее удалю и на ее примере дальше будем смотреть далее вам нужен для спритрума папка фрп тоже в группе вк есть открываем спритрум и и качаем вот такую программу раз и вот такую программу 2 если одну антивирусник зарубит потому что не какой-то там поведенческий характер есть который может быть похож на вирус то вторая у вас останется я рекомендую обе какой воспользуемся того воспользуемся тут без разницы драйвера заранее вы должны поставить это я вам напоминаю для прошивки программа для спритрума тоже не нужна в разделе qualcomm вам нужен будет драйвер также точно он лежит в папке с фрп под свою битность выбираете его вот такую папку адб она вам тоже понадобится команды которые нужны они здесь есть но я вам их покажу еще попозже знаете что скачаем один пусть он у меня будет чтобы я вам мог на его примере показать вот и продолжим значит все здесь с браузером все абсолютно мы закончили дальше вы должны в корень диска c но драйвера вы поставили я вам напоминаю что драйвера вы поставили корень диска c мы должны положить свежий flash tool так положили и одну из программ нот на программу меня есть ссылки вот так вот но они портативные неустановочные для спритрума они просто запускаются спак я не хочу к ним лезть пускай они будут где лежат дальше вам нужны все прошивки я вот как вам сейчас рассказывал аппаратов же несколько вот все четыре прошивки я их просто перемещу в папку один пусть они меня здесь лежат для наглядности вот это у нас 5012 с нее и начнем извлекаем ее куда хотите можно ее не извлекать можно просто взять из нее скатер файл но мне для наглядности хочется вам извлечь мы здесь я здесь для вас положил 55 91 55 16 52 0 6 скатер и от них вы найдете если они именно они вам нужны то в папке фрп в папке по моделям я для вас их положу они также точно будут здесь лежать для вашей модели просто выберите под свою модельку все для вас ребята лишь бы вы делились роликами и подписывались на канал так открываем открываем и мг и берем скатер файл я его копирую копирую об и просто кладу сюда чтобы он у меня создам папку потому что я же вам потом ну чтобы не перепутать меня же несколько аппаратов будет так это 5012l ну пускай да будет без разницы потом исправлю чтобы ваше время тратить сюда кладу скатер файл любым текстовым блокнотом его открываем я пользуюсь но ты под но это не имеет вообще никакого ключевого значения вещей без разницы ищем раздел фрп и вот нас здесь интересует два адреса дальше идем возвращаемся назад открываем флэш тул в флэш туле ничего не трогаем если что-то ругается то соглашаемся без разницы в первую строчку добавляем файл mtk all-in-one теперь обратите внимание на многих бикюшка сейчас на многих флаях сюда нужно выбирать свой до агент в таком случае если он родной вот этот mtk all-in-one универсальный не хочет идти тогда в теме вашего аппарата нужно взять свой хитрый флэш тул и этот долл агент загрузить чаще всего он вот такой вот да свсек .бин но вспоминаю даже он может отличаться поэтому брать флэш тул лучше в теме своего аппарата на 4pd если что-то не идет дальше возвращаемся папку один берем 50 12 l смотрим чтобы не стояло ни одной галочки потому что это не прошивка открываем вкладку формат мануал формат флэш и переписываем два адреса они оба есть по в блоке с фрп не перед не перепутайте адреса потому что если забьете не тот вы телефон ушатаете я-то знаю как еще восстановить а вы уже с этими связывайтесь адреса для большинства разные ну там в пределах процессора они чаще всего одинаковые но даже в пределах процессора встречается что адреса разные будьте осторожны жмем старт и выключенном состоянии не зажимая никаких клавиш мы подключаем к компьютеру 50 12 l ждем ничего не трогаем если драйвера поставили правильно пробежит красная полоска и загорится загорится зеленая галочка мы вырезали кусок где лежит информация о блокировке на 50 12 l с ним все возвращаемся во вкладку до так вернуть вот так вкладка download закрываем наш текстовый документ до абсолютно по тому же принципу делайте другие аппараты но только берете флэш тулу с тема аппарат на 4pd а потому что напоминает долл агент может быть другим все это что касается mtk так делать с любым ткану единственно что вот этот агент вы берете свой иногда еще нужно аутентификационный файл но это очень редко про него даже говорить не буду но если чё его берете из прошивки вкладываете в третью строчку все мы закончили я тут разблокировал еще пару аппаратов вот скатер файл я все для вас положила теперь идем на спритрум у нас есть один аппарат на спритруме мы знаете как попробуем я вот показывал мы оставляли в режиме фастбут вот сейчас такой же режим я оставлю reboot to bootloader ну как этот как я показывал ранее но мы его разблокировать не будем потому что на нем нужны данные мы лишь воспользуемся тем что можно для наглядности посмотреть ну обязательно естественно ребята драйвера нужно поставить не забываем про это дело включаем компьютеру тот что у нас на спритруме он у нас должен в диспетчере устройств показать adb устройств если драйвер мы поставили правильно сейчас он где-то начале должен быть вот он опа android bootloader интерфейс отлично открываем одну из программ но воспользуемся например вот этой она там же есть в папке это первая по моему программу и вот смотрим римов спритрум фрп отлично но нам сначала нужно нажать 1 чтобы убедиться что у нас есть фазбут устройства а затем нажимаем 9 и жмем enter все это вся разблокировка но qualcomm на qualcomm чуть сложнее я оставлю вам ссылочку в описании на всякий случай на ролик подлиннее но тем не менее вам нужно сделать то же самое вам нужно тоже команду дать вам нужна командная строка запускайте либо от имени администратора или просто все зависит от вашего windows и используйте те команды которые я оставил для вас в этом текстовом документе пробуем значит первую камплям промазал первая первая команда это попасть в ту папку куда вы положили adb то есть папку adb попасть попали отлично нажимаем фазбут девайс окей он видит наше устройство вам остается добавить рейс конфиг также точно и ребут но комбинации вот эти слова могут немножко отличаться если что-то не подходит фэйлт например написано или там загрузчик нужно все разблокировать то рекомендую прочитать тему аппарат на 4pda все встанет на свои места это был qualcomm ну естественно драйвера тоже надо ребят поставить как вы помните потому что без драйверов ничего происходить не будет после этого долго держим питание либо минусы питания на 10-15 секунд телефон перезагрузится и включится это был способ разблокировать любую bq от блокировки аккаунтом если нужно пин-код то формат o плюс download я как-то по-моему такой показывал 50 20 бики я шил но это очень сложная операция рекомендую самостоятельно с этим не связываться все самое интересное важное полезность моего канала в полиции полезно попасть можно с главной страницы канала вы вступайте в нашу группу вконтакте ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал